Привет, ты смотришь Тойстер, и это звучит не так странно, как то, что сегодня на обзоре у нас роботы-трансы. Я серьёзно, смотрите, тут так и написано. Транс-робот. Ну, правда, тут про одного только сказано, и судя по всему, из всех них вот этот зелёный, это транс. Причём он не того цвета, наоборот. У него здесь зелёные ракеты и серые основания, должно быть наоборот. Короче, я этот сет купил за 260 рублей просто по фану. Вдруг они окажутся прикольными. Это что-то наподобие то ли батл-мастеров, то ли мини-мастеров, ну, скорее всего, типа мини-мастеров. Но всё равно, если они хотя бы не будут рассыпаться в руках и будут трансформироваться маломальски, это уже можно засчитать за победу. За все, за все них я заплатил 260 рублей. Не за каждого, а за все. Это абсолютнейшая китайская странная хренатень. Купил я её на Симолэнде, Мэйден Чина. Ну, обычно такие в 90-е продавались во всяких киосках и на рынке, а сейчас, видите, в интернет-магазинах. Ну, давайте же чекнем, чё ж это такое и как оно работает. Кстати, тут на какой-то чёрт под изображениями... А-а-а, там трансформации показаны. Хотел сказать, зачем-то изобразили, типа, под трансформерами их же, а там, типа, нарисована машина и робот. Ладно, неважно. Давайте открывать. Начнём вот с этого уголка, потому что... А, наверное, мы не начнём с этого уголка, мы откроем всё разом, потому что по-другому не получится. Так, отрезаем всё это бобро по контуру. Всё равно мне упаковка вряд ли от этого понадобится, вряд ли я буду хранить это в виде коллекции. А чё, приклеено, что ли? Ну, давайте доставать по одному. Так, слушайте, подождите, а пластик-то неплохой. Серьёзно, посмотрите. А когда пластик совсем уж паршивый, ломкий и странный, по нему это видно. А этот в меру глянцевый и достаточно приятный на ощупь и плотный. Как бы он не гнётся, не проминается очень сильно. Я, честно сказать, удивлён. Понятное дело, что этот танк, несмотря на то, что имеет даже колёсики, кататься, разумеется, не сможет. Он может только скользить, но это, в принципе, от него мы и не требовали. Но, слушайте, качество неплохое. Понятно, что никакой покраски здесь не может быть и не должно быть, потому что цена. Но при желании, я думаю, даже вы сами сможете это дело покрасить. Итак, у нас здесь танк с ракетницей и огромной вот такой ракетой. Это, судя по всему, какой-то подвижный элемент. И он у нас может трансформироваться вот у такого робота. Каким образом только. Так. Вот в чём минус? Тут никакой совершенно инструкции нет вообще. Возможно, как-то вот так надо сделать. Или нет. Блин, там написано, что у него руки... А, я понял. Типа, вот так. Дали. Ой, мамочки, я, кажется, что-то оторвал. Или сломал. Не, не сломал вроде. Вот так. И вот. Вот так. Типа, вот такой вот робот-танк у нас. Эм, да. Странная хренотень. Странная хренотень. Очень. Я не понял, вот с этой деталью прикол. Я, по-моему, её испортил. Или нет. Как её... Эм... Ну, всё понятно. Кстати, ноги у него неподвижные. Они вот так вместе скреплены. Видимо, ему перемещаться нужно будет вот так на поле боя. Прыгать до нужного места. Или карабкаться при помощи рук. Ну, пластик-то хороший, а вот модель говно. Да. Такое тоже случается. Ничего страшного. Смотрим следующий. Тут у нас робот-кран. Робот-кран. Опять же, кран прикольный. Кстати, кран реально прикольный. У него подвижна стрела, у него поворачивается кабина со стрелой. И в этот раз он в теории мог бы ехать, если бы у него не были колёса на разном уровне. В смысле? Они серьёзные это? Смотрите, одно колесо тут, другое тут. А как это пофиксить? Подождите, а разве можно так? По-моему... Да, это можно исправить. Вот так. То есть в теории... А, сейчас попробуем по картону. О, он даже может кататься. Удивительное рядом. Так, это у нас робокран. Следовательно, кран у него, наверное, будет рукой. Или ещё чем-то. О, прикольный парень. Так, переворачиваем ноги, понятное дело, вместе слитые. А нет, кран у него просто торчит сзади вот так. И руки. Ну, он хотя бы не разваливается. Трансформируется он более-менее понятно. И вполне прикольно. Ладно, согласен. Кстати, кран можно использовать сзади как подпорку, если вдруг он у вас будет заваливаться. А, у него даже там руки... Ух ты, смотрите, у него даже руки там есть в этих вот детерках. Вот они, вот такие. Ну, ладно, этот нормальный. В отличие от танка, он хотя бы трансформируется. Но ноги-то всё равно по-прежнему не это... не расчленяются. Следующий у нас бульдозерчик. Люблю бульдозерчики, этот не исключение. Прикольный получился. Так, мы, в принципе, двигаемся в правильном направлении. На этот раз колёса у нас не перекошенные. И даже, как бы, могут кататься, но снова только по цепкой поверхности. О, смотрите, он даже ездит. Ой. Он даже пытается кататься. Это заявка на успех. И с него ещё... нет, ноги у него будут нераздельные. Итак, а где башка робота? Куда вы делали робочью башку? Вот это ноги у нас. Кстати, ноги в этот раз хотя бы на ноги похожи. В теории, наверное, их можно... Или нельзя? По идее, можно вот тут их и разрезать. У вас будут как бы раздельные ноги. Но не знаю, есть ли в этом смысл. Да, есть, наверное. Потому что в таком случае вы даже, возможно, их сможете ставить отдельно. Вот такие ручонки. А где голова? Как-то её отсюда можно, я так полагаю, достать. А, вот так. Это странно. Ну, очень странный робот, да. Прям мега странный. Конечно, есть в нём что-то такое, но он странный. Ещё он неустойчивый. Он при любой удобной возможности заваливается и ложится спать. Стой, робот. Отдыхай стоя. Следующая машинка это у нас какой-то тягач. Или погрузчик. Или эвакуатор. Эвакуатор-внедорожник. К сожалению, колёс на этот раз не крутятся, потому что передние вообще на болтах установлены, а задние просто не крутятся. Хотя колёса и нормальные. То есть, если тащить, то они крутятся, но кататься машинка сама по себе не может. В принципе, по качеству это пока самая крутая среди всех, потому что очень плотный пластик здесь на торсике, на корпусе. Так, это ноги. Ну, у них, видимо, у всех очень схожая конструкция, поэтому можно даже уже не удивляться этому. Так, вот такой. О, он защёлкивается. Ну, тут снова странная хрень, потому что у него снова ноги. Это один элемент вот такой. Почему? Что это за огромный валенок на нём? Как он в нём перемещаться должен? Прыгать вот так? Это как бег в мешке, а точнее прыжки в мешке, только прыжки в одном валенке огромном. У этого, вот у этих двух, у них хотя бы ноги похожи, особенно у этого. А у этого-то что? Хоть бы посередине что-нибудь сделали. Ай, юморные, а. Ракета. Вот он, тот самый робот-транс. Давайте узнаем, что же его сподвигло стать таковым. Возможно, то, что у него слишком большая ракета. Но она, ну, слушайте, ракета у него стоит нормально. Даже не знаю, к чему бы всё это. В общем, вот такая ракета у него. Сама машинка прикольная. Колёса, опять же, не крутятся по обычной поверхности гладкой, но по такой. Да, катается машинка хорошо. Ну, вы даже сами слышите, что они крутятся нормально. Что же касается трансформации. Во-первых, куда у него денется ракета? Ага, ракета у него будет торчать просто сзади. Ноги у нас, судя по всему... Так, а как ноги сделать? Делаем ноги. О, внезапно. Ноги делаем... Ноги! Раздельные! Раздельные ноги! Етить-колотить! Вот везуха-то! Первый трансформер нормальный. И тот транс. Ладно, простите, всё, я закончил с этой шуткой. В общем, вот такой трансформерчик. Прикольный, согласен. Он, в принципе, на уровне подъёмного крана. Только при этом у него ещё и ноги раздельные. За что определённый респект и уважуха. Правда, ракета сзади огромный, это странный момент. Но ладно. Как бы это будет ракетоносный... Ракетоносный робот. Робот-транс. Танк. О, танк крутой. Во-первых, сам танк крутой. Во-вторых, так его собрали неправильно, он должен быть вот так. В-третьих, он может тоже кататься. Я так понимаю, да? Ну, в теории, да, может кататься. Колёса у него крутятся. И выглядит он прикольный. Если его чуточку подкрасить, будет вообще отличный робот. Ну, и отличный танк, разумеется. Подвижная пушка, подвижная пушка, ещё одна. Так, как нам его превратить? Я так понимаю, поднимаем башню вот так. Ноги у нас выдвигаются... Ооо, опять раздельные ноги. Да вы меня балуете, слушайте. Ну, что это за дела? Опять раздельные ноги. Да как так такое могло вообще случиться-то? Что происходит? Слушайте, это самый крутой из них. Пока это мой любимчик. Я не знаю, чем меня удивят следующие три, но пока этот самый шикарный. Во-первых, у него прикольная форма. Особенно из-за пушки за спиной и вот этого тела. То, что голова вот так у него выдвигается. Во-вторых, у него раздельные ноги. Как бы почти нормальные. В-третьих, у него классное сочетание цветов. Он выглядит классно, тяжело и брутально. Офигенный. Отставляю его в сторону тех, которые мне понравились. Так, еще три штуки. Один из них самолет даже будет. Но давайте сначала самую странную хренотень достанем. Это что? Это что такое? Это луноход? Или что? Что это, блин? Я не понимаю, что это, но здесь есть шарнир. Внезапно. Так, ну, понятное дело, оно не катается. Потому что, ну, сами понимаете. А как это трансформировать? Так. Я вижу... Так, я вижу робота. Подождите. Я вижу голову. Так. Вот это сюда, наверное. Это... О! О! Пушка! Он офигенен! Шикарен, слушайте! Просто огонь! Вот это прям... Прямо мое почтение. Так, только надо, наверное, вот так это сделать. И... Как? И вот так. Мое почтение этому роботу. Вот он, наконец-то, действительно похож на какого-то страшного трансформера боевого меха. Скорее всего, даже Десептикона. У него огромное какое-то оружие пенетрирования сбоку. У него какой-то щит в виде... Я не знаю чего. В виде подставки для книг. Но сам он выглядит классно. Так он еще и как бы в нормальной форме робота. У него отдельные ноги. Классно подвижные. Шасси, колесики, все дела. Огонь! Огонь! Я не ожидал, что под конец меня фигурки начнут так удивлять. Так, отставляем его, конечно, тоже в правую сторону. К тем, которые мне больше понравились. Так, далее у нас еще один синий, вернее голубенький, именно по своему цвету трансформер, корабль. Корабль мне сам по себе понравился. Просто потому что, ну, достаточно оригинальная задумка и реализована прикольно. Посмотрите, как много детализации у него сверху на корпусе. Ну, насколько вообще позволяет такая фигурка, камон. Вдумайтесь, конечно. Так. Этот робот как будто такой, типа, я ныряю! И куда-то ныряет. Ну, потому что он корабль ныряет и руки так сложил. Так, руки у него разделяются и... Ого! Ого, что, на шарнирах? Да, на шарнирах. А что с ногами? Ммм... По-моему... По-моему, это вот так. Да. Это странно. У него дырка в пузе, у него странные плавники вместо рук, и ноги у него вот такие вот. Они как бы делают вот так, и они нераздельные. Ну, могло бы получиться хорошо, если бы ноги разделялись, а так получилась какая-то странная дища, если честно. Итак, последний. Последний, пожалуй, самый крутой в обычной своей форме, потому что это самолёт. Самолёт, честно сказать, самая беспровершенная конструкция для трансформера. Она всегда выглядит выгодно. Старскрим во всех его обличьях тому доказательство. То есть он может выглядеть, конечно, странноватый на любителя, но он смотрится всё равно хорошо. Именно в виде самолёта. Здесь, кстати... А где сам трансформер-то? Я как бы голову, например, или грудную клетку не вижу, ничего такого. Самолётик прикольный, но что же он нам может предложить в плане трансформации? Слушайте, по-моему, он будет очень крутой. Я сейчас на картинке на него посмотрел. Короче. Сейчас. Только надо сообразить, как это делается. Вот так. Вот так. Это у нас будут... Точнее, не у нас, а у него будут ноги. Воу! Воу! Воу-воу-воу! Полегче парень! Он крутой получается. Так. Далее. Как-то надо... ...выдвинуть что-то отсюда. Блин. Чё, как-то сложно. Я понял. Вот это отдельная часть, её надо разделить пополам. Кабину разорвать. Значит, кабину мы разрываем. Вот так. И вот это выдвигаем вот... Ну, в общем-то, да. Как я и предполагал, это его конечная форма. Он, конечно, пытался, но не получилось. Но задумка была хорошая. Ноги здорово получились. Руки могли бы быть нормальными. Корпус мог бы быть нормальным, если бы у него что-то было посередине. И если бы голова находилась не вот в таком положении, а где и положено над корпусом. И если бы ещё руки вот так вот не болтались у него. То есть попытка была, но, к сожалению, не удалась. Эксперимент, как говорится, неудачный. Отставляем этого парня вот сюда. Итого мы получаем вот такие незамысловатые, странные фигурки. Некоторые из них действительно прикольные, как вот эти вот. Другие, ну, посредственные, тем не менее, хорошие. Я немножко расстроился изначально, когда я это дело заказывал. Я надеялся, что они будут комбинироваться между собой в одного большого робота. Но, увы, ничего подобного здесь нет. Хотя, что я хотел за 260 рублей, я даже не знаю. Ни в коем случае не воспринимайте этот обзор как рекомендацию к покупке. Мне просто стало интересно. Совершенно праздный интерес у меня был посмотреть на эту штуку. Что могут за 260 рублей предложить. Я посмотрел и, в принципе, свой интерес удовлетворил. И вам, надеюсь, тоже показал просто забавную хренотень на вечер. Как бы, как дополнительный ролик. На этом все. С вас лайк, подписка, комментарий. С меня ролики каждый день. Еще увидимся. Пока.